Вот именно о чем мы говорим. Сейчас вообще нет никакой семьи. Какая семья? Я когда в Индии жил, там обезьяны с семьей за пять минут создавали. Следующую семью создавали еще за пять минут. Нет никаких проблем, какая семья? Хороший вопрос. Потому что многие люди понимают, что когда они начинают отношения строить, близкие друг с другом, то в это время в тонком теле происходит следующее. Из тонкого тела мужчины в тонкое тело женщины входит в глубину психику, очень глубоко, в определенный вид энергии, который в других случаях никогда в человека не входит. И из тонкого тела женщины в тонкое тело мужчины точно такой же вид энергии, в глубину сердца входит. И эти два вида энергии, которые входят друг в друга, Они создают такой энергетический узел, который вырывается только с мясом. С мясом в буквальном смысле означает стресс на полгода, на год. И после этого стресса психика потом еще несколько лет, года четыре восстанавливается. У женщин дольше. А у мужчин после этого стресса психика может и быстрее восстанавливаться, но их способность вести себя правильно восстанавливается тоже очень долго. То есть в следующем союзе у них уже ощущение, как себя как мужик, правильно как мужчина себя вести, у них уже немножко сдвигается. Понимаете? Поэтому веды просто принципиально, категорически не советуют ни гражданских браков, ни вот таких временных отношений, типа у меня никого нет, у тебя никого нет, давай поживем. То есть веды не советуют, потому что опасно. Не потому что так. Допустим, я когда в школе учился, у нас одна девушка в седьмом классе замуж вышла. Я спросил у вас наркотицы, а это хорошо или плохо? Она говорит, нельзя. Я говорю, а почему? Не знаю. Потому что нельзя. Нехорошо. Плохо. Я говорю, а почему плохо-то? Потому что неэтично. А что значит неэтично? Опять не знаю. То есть невозможно понять. Вот я вам объяснил, почему нельзя. Можете попробовать, поэкспериментирую. Но эксперимент будет на сердце происходить близкого человека. Потому что когда человек уходит от близкого человека, что происходит? Он вырывает кусок мяса летящей походкой. Вырывает кусок мяса из сердца близкого человека. И тот начинает очень сильно мучиться. У него в это время замыкаются все энергетические потоки, идущие по левой руке. То есть эта левая рука связана с семейной жизнью. И у человека вот так. Сразу как-то прям делаю вот эти эмоции. Сразу. И так. Все. Вот правда. Вот так. Мне очень приятно. То есть сжимает канал энергетические с левой стороны у человека. У него нарушается сон, потому что сон тоже формируется с левой стороны. У него нарушается логическое мышление. Он ничего не соображает. И в таком ступоре он приходит ко мне на прием. И смешного здесь ничего нет. Потому что я очень хорошо понимаю этих людей. Это ужасно. Это ужасно, когда такой разрыв происходит. Но это не самое ужасное. И самое ужасное происходит с теми людьми, которые кусок мяса отрывают. Которые летящей походкой бросают. Вот в этом момент происходит самая ужасная вещь, когда человек уходит. Почему? Потому что он вместе с этим куском мяса берет себе определенную интересную судьбу. Он принципиально в этом случае не может создать нормальную семью. Просто принципиально. Потому что нормальная семья создается таким образом. Нужно свободное место в сердце человека. И это свободное место заполняется чистотой другого человека. Так возникает чистое отношение между людьми. То есть свободное место в сердце одного заполняется чистотой другого. Когда человек с мясом выливает кусок другого, куда уходит, у него нет свободного места в сердце. Он не может сердцем другого человека принять. А это значит, что он его принимает умом. То есть он по расчету создает отношения. Или принимает его половыми центрами своими. То есть другими словами, у него завязываются отношения, которые уже принципиально не способны существовать долго. То есть эти отношения длятся пока им хорошо вместе. А потом, когда карма проходит хорошая, это всегда так бывает. Обчуждение друг от друга у близких людей бывает всегда. Это неизбежность. То есть сначала они волнами отношения будут. Сначала идет хорошо, всегда начинается с хорошо. И это хорошо. Но потом будет период охлаждения. И до этого периода люди должны развить более высокие отношения. Тогда у них отношения перейдут на другой уровень, и это тоже будет хорошо. Поэтому в этом и заключается суть физического знания, что так надо делать. Но когда люди, когда туда принципиально невозможно это сделать, потому что ты разорвал очень жестоко предыдущие отношения, то у тебя, соответственно, дальше высшие отношения подняться не могут. Это невозможно. Или я ошибаюсь? А что делать, если у всех... Да я послушаю. Для этого существует такое понятие, как проищита или иступление. То есть человек должен... Во-первых, не должен создавать семью. Во-вторых, он должен начать как-то выяснить отношения с теми человеком, с которым мы взорвались. Если невозможно вернуться, надо просто хотя бы так сделать, чтобы чувство очень теплое между людьми этими, которые разошлись, появилось. А это чувство может формироваться в течение полгода или года отношений, объяснений, почему так произошло и все прочее. Понимаете? Раскаяние. Полгода и больше. Это даже, да, то есть это преодоление такой плохой кармы. То есть человека, которого бросили сначала в стресс, он хочет, чтобы этот человек вернулся. Потом у него возникает злоба, длительная злоба к этому человеку. И потом сердце становится холодным по отношению к нему. И холодное сердце означает проклятие, в буквальном смысле слова. Вот, то есть, тяжелая лекция. А что делать, чтобы проклятие другого человека не распространялся? Что делать, чтобы вот эта вот холодность не распространялась на того человека, который бросил? А вот это тоже правильно. Это тоже надо как бы раскаиваться, потому что бросают, если человека знать, что он в прошлой жизни или в этой то же самое сделал. То есть он должен просто тоже покаяние совершать по отношению к тому, что он делал до этого. То есть должен отпустить этого человека, желать ему счастья, думать о нем хорошо и так далее. Ну, то есть эти мысли, по крайней мере, ваше сердце и сердце того, кого бросили, облегчат. Но не факт, что тот человек получит все равно улучшение своей судьбы. Потому что это Бог разбирается со всеми. Мы не можем там как-то... Так все решает высшие силы. Но так или иначе, вот так надо делать для того, чтобы следующая семья не пострадала, следующее отношение, чтобы не пострадали. Бывает так, что люди просто расходятся спокойно, потому что они уже чувствуют, что все, как бы, все, закончились отношения. Такое бывает. Они не могут вместе быть, у них детей нет, допустим. Такое бывает. Здесь нет никакой плохой кармы. Просто они уже видят, но не могут. Они пробовали, 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 старались, но не могут никак вместе. Ну, потихоньку разошлись, никто не против вдвоем. Когда карма не отработана, расходится не так. Один вырывает свое сердце из сердца другого. Только так бывает. Не бывает других. Кто-то должен рубануть обязательно. Надо раскаиваться, надо раскаиваться. В это время раздерживаться от отношений, раскаиваться перед этим человеком, пытаться с ним общаться, просить прощения. И когда человек начинает чувствовать, что, как бы, тепло пошло, холод закончился, тепло. Сначала злого, потом холод, потом тепло. Тепло пошло, значит, все, плохая карма закончилась. А как влиять на человека, у которого такое происходит в сердце? То есть, если у одного все в порядке, то как-то он может влиять на духовочное? Я понял. Допустим, если у мужчины чувствует вот такого... А, а вы с ним хотите создать семью? Да. Ничего не получится. В этом и идея заключается, что, чтобы человек создал семью, надо сначала ему разобраться со всем, что у него в жизни произошло, а потом ее создавать. А если так человек совершил, и тот человек, к которому он совершил, так ему абсолютно нормально относятся, а что в этом случае это решает? То же самое. Но он все равно пострадает, если он просит. Вы знаете, я сегодня по созданию семьи вообще. Лекция называется «Почва для создания семьи». По современного обычного москвича. Почва для создания семьи. Хорошо. Давайте будем читать лекцию «Почва для создания семьи». Как избавиться от того, что произошло? Невозможно ни от чего избавиться. Есть такая книга, то есть трактат называется «Гаруна Самхита». Там говорится о карме в целом. Там говорится, что человек не может просто взять и избавиться от чего-то. Как типа пришел к бабке, заплатил там 500 рублей, она избавилась. Не работает, понимаете? Это же наука. В карме нет такого понятия «избавился». Есть искупление понятия, допустим. Но избавился нет такого понятия. Просто вы должны понять, что если кто-то вас бросил, то конечным результатом должна чистая, светлая память быть об этом человеке. Вы должны помнить все хорошее, что с ним было, и остальное должно улечься в вашей психике. Это является ключевым моментом для того, чтобы создавать новые отношения. Если вы к этому моменту не пришли, в новых отношениях могут быть какие-то трудности. Например, если человек обижен на близкого человека, то он находит в себе того человека, который ему сопли постоянно вытирает. То есть он находит в себе не жену, а маму. Понимаете, да? Не мужа, а папу. И потом поменять отношения на супружеские непросто. Это возможно, но непросто. Или, допустим, ушел из жизни близкий человек. Мать, отец, муж, жена и так далее, ребенок. Человек может потом всю жизнь не жить, а мучиться. И причина, почему он мучается, потому что он не знает, что делать с этим. Вот когда близкий человек уходит, и у тебя остается к нему привязанность, означает определенный объем работы твоего сердца, человек не знает, что с этим делать. Он думает, что это когда-нибудь само успокоится, мучается, а оно не успокаивается никогда. Потому что этот объем тонкой работы, он никогда не уменьшится. Должен трудиться сердцем, а не мучиться. Допустим, если у тебя кухня грязная, то она сама помоется, нет? А если ты мучаешься сильно? Вот сел возле кухни и мучаешься. Ой, грязная кухня! Грязная кухня! Она чище становится, нет? Вот то же самое, если вы, допустим, у вас ушел из жизни близкий человек, и вы мучаетесь. Ой, как мне плохо без тебя! Вам легче станет? Нет. Вы просто превратитесь в сплошную ходячую болезнь. Поэтому феномен, вот этот один человек уходит из жизни, и за ним потом следующий. Он очень распространен. Причина – необразованность в отношениях, в том, что надо делать. А делать, что надо, я вам сейчас расскажу. Вы должны делать то же самое. Единственный способ, хороший, крепкий, побеждать судьбу – это молитва. Есть, конечно, и другие способы. Например, вы ходите по часовой стрелке вокруг храма определенное количество раз каждый день и думаете – это для тебя. Когда человек обходит храм по часовой стрелке, он очищает свою судьбу. И думая о близком человеке, он таким образом очищает отношения, побеждает судьбу. Можно кормить освященной пищей людей для тебя. Это для тебя. Ты кормишь освященной пищей людей и говоришь – тебе благо от этого придет. И сто процентов придет тебе благо. Можно, допустим, просто какое-то служение в храме делать. Пришел в храм и дайте мне возможность что-то сделать. И делаешь. Или пришел в храм, отдал деньги на то, чтобы… Если эти деньги не украдут там, а используют на благие цели для развития храма, то тогда это получит благо ваш близкий человек. Эти методы все хорошие, но они слабее, чем этот метод, который я вам описываю. Он самый быстрый, сильный и эффективный. Этот метод очень простой. Вы включаете молитву, которая направлена на прославление Бога. Это она состоит или из имен Бога, или она соткана из призыва молиться, или она соткана из самих имен Бога. Там, допустим, у мусульман есть «Аллах Акбар» такая молитва, или звук «Ом» в Ведах. Просто соткана из имени Бога. Все, вся молитва. Или из прославления Бога, который мы слушаем сейчас православно. Это самые сильные молитвы, на которых надо настраиваться. Ваша молитва, которую вы будете произносить, она должна быть короткой, состоять из нескольких предложений. И одна молитва, не надо повторять много-много-много разных молитв. Эти молитвы много-много разных тоже хорошо. Они очищают ум и делают у человека хороший характер благодаря произнесению этих молитв. Но если вы хотите бить в одну точку, то есть действовать разумом, а разумом он не широко действует, а глубоко, тогда нужно повторять одну и ту же молитву, которая направлена тоже на прославление Бога, или сделана из имен Бога, или она, эта молитва, является призывом к молитве, вдохновляет молиться. Вот это, когда вы произносите такую молитву, есть два способа ее произносить. Один способ от себя с эмоциями, а другой способ так, как делают старшие. Вот этот способ, когда так, как делают старшие, этот способ и вводит человека в ту энергетическую среду, которая сжигает всю негативную судьбу. Все плохого, что есть, сжигается благодаря контакту вот этого твоего с той зоной, где живет звук молящихся людей. Если ты думаешь об этом звуке, то те, кто молится, и вместе с ними молишься, так как они, в этом их вдохновении, в их настроении, чем сильнее у них вера в Бога, тем сильнее ваша судьба плохая будет сгорать. Как это сгорание происходит? Первое, что происходит с вами, это спокойствие. То есть сначала ваше сердце наполняется счастьем. Вторая стадия, это твердость духа или сила внутренняя. Будете чувствовать себя уверенно очень в жизни. И третья стадия, когда память начинает о своей жизни приходить во время молитвы, вы вспомните того человека уже сами, который ушел из жизни. И первое, что произойдет, вы забудете про молитву, и эта память о нем больно ударит вам в сердце. Это значит, что вы не готовы. Вы встретились с судьбой и не готовы. В следующий раз, когда вы молитесь, думаете о звуке, подготовьте себя, прежде чем вспомнить. Вспомните тихонечко, не сильно этого человека, и очень сильно помните о звуке, в котором вы молитесь, и о самой молитве. Сначала человек в настроении правильно входит во время молитвы, потом начинает думать о ее словах. Две последовательные стадии. Когда у тебя в сердце уже правильное настроение, сила внутри и счастье, тогда можешь слова с этой силой и счастьем произносить уже после этого. И вот в этом настроении и словах живи. О памяти о ушедшем человеке пускай себе в сердце чуть-чуть, и наблюдай, как эта память становится спокойнее, спокойнее. И первое, что произойдет за несколько месяцев, вы, вспоминая его, будете чувствовать себя спокойно. Вторая стадия победы над судьбой заключается в том, что вы начинаете не просто помнить об этом человеке, а вспоминать события совместной жизни и переваривать их. Ну, как бы вы уже жизнь начинаете, саму жизнь, молиться за жизнь, за вашу совместную. И третье, что произойдет, вы начнете сами чувствовать этого человека уже на третьей стадии и будете за его счастье, будущее молиться. И когда вы эти три стадии пойдете, у вас в сердце появится легкость и чистота. И у вас в сердце будет четкое понимание, больше уже не надо. Там так, больше уже не надо. Обычно требуется человеку месяцев шесть. Поднимите руку, у кого вот третья стадия уже возникла. Видите, есть люди, смотрите в зал. Для вас руки поднимаются. Кто на первой стадии находится? Нормально. Двигайтесь вперед. Другого способа нет. То же самое с близким человеком. У вас обида на него. Сначала думайте о молитве. Чуть-чуть обиду пускайте в сердце, она станет слабее. Потом вы сможете правильно мысли об отношениях установить. И потом уже будете молиться об этом человеке и почувствовать, что у него всю жизнь будет хорошо, несмотря на этот плохой поступок, который он совершил. Выстраивать молитву так. Лучше всего по очереди. С одним разобрались, потом следующий. Если не можете, тогда распределяйте по времени. То есть с одного чуть-чуть помолиться, потом за второго, за третьего, за четвертого. Лучше с одним делом сделать, потом следующее делать. Не так долго будет ждать. Все быстро делается. Работа в сердце кажется большой, а делается быстро. Такая ее особенность. Человек, когда трудится в сердце над чем-то, ему кажется сначала, что это просто невозможно. Никогда я не преодолею вот это плохое отношение. Ему кажется. Но когда он начинает это делать, очень быстро все меняется. Такова природа молитвы. Самая первая стадия начать молиться, самая тяжелая. Для каждого человека начать молитву это самый неподъемный груз. Каждый день это происходит. Каждый день одно и то же. Каждый день надо себя сильно заставить это сделать. А потом, как сама молитва, вообще без проблем. Это легко. Есть такое понятие «властелин своей судьбы». Есть много фильмов всяких «Властелин колец». Кто такой властелин своей судьбы? Это человек, который трудится над судьбой во время молитвы. Он спокоен за свою жизнь полностью. Потому что даже если он что-то не сделал, обвинять надо только себя. Тебя же предупреждали. Ты же знал, что надо молиться больше. Не молился. Получил по башке. Замечательно. В следующий раз будем умнее. Человек не исчезает из жизни. Если бы он исчезал из жизни, не было бы и страданий. Почему мучаемся? Потому что связь есть. А сделать ничего не можем. Но мучаются не все. Те люди, которые сердцем живут, они никогда не мучаются от расставания. Потому что они раньше сердцем жили, и сейчас сердцем живут. Те, кто мучаются, это значит, что они сердцем никогда не жили, сердце никогда не прощали, сердце никогда не любили, внешними отношениями жили, потом внешние отношения закончились. И чтобы сердцем действовать, они... А надо же сердцем действовать. Отношения же там, сердце живут. Их надо очистить вот отсюда, бои, слезы и сопли начинаются. Почему? Потому что не хотим трудиться сердцем, поэтому ноем, хнычем. Такая проблема. И так, с этой темой мы разобрались. Есть три категории людей, которые уходят из жизни. Одна категория вызывает тяжесть сердца, как камень. Это значит, что они уйдут вниз. Человек чувствует, как будто его гнет. Ушел близкий человек, ему плохо становится. Это значит, что его тянет вниз. Для этого человека нужна много молитвы. Бывает жар в сердце, сильное чувство разлуки. Я не могу жить без тебя, а мне плохо без тебя. Это значит, что он где-то родится на земле. За него тоже нужна молитва. Тот человек, который вызывает чувство разлуки, но очень чистая, светлую память сразу о нем. Для этого человека не нужно молиться, потому что он пошел вверх, в чистые слои. Одна женщина мне рассказывала, у нее погиб сын, случайный несчастный случай. И она рассказывала, что сначала такое чувство, как будто он где-то в яме, ему плохо, она начала молиться. Потом он пришел к нему, к ней, и они вместе по какой-то лесенке пошли, и у нее лицо сияет. Вот эти признаки, это аллегории, понимаете. В тонком мире мы не можем все определять напрямую. Всегда все аллегориями. По лесенке пошли означает, что он подниматься вверх начал, и маму за собой тоже потащил, стал ее ангелом-хранителем. А лицо сияет, тоже это означает. Когда у человека сияющее лицо становится, это значит, что он на высшие миры пошел. Там люди сияют все, становятся сияющими. И она говорит, какой ты красивый сынок. И сердце обрадовалось очень сильно. Все люди должны вверх идти, в конечном счете. И мы, и те, кто... Мы должны помочь им, они потом помогут нам. Значит, молитва нужна, моя хорошая. Значит, об этом и речь, что человек нуждается в помощи, если он просит уже вашу. во сне. Конечно, будет просить, потому что все, кто уходит из жизни, они нуждаются в помощи. Мы не должны просто делать вид, что ничего не произошло. Нужна помощь, нужна молитва. Когда вы расстаетесь, тоже нужно прощение, прощать, просить прощение. Некоторые люди остаются одинокими, потому что камень в сердце остается по поводу прошлых отношений. Пока этот камень сидит, найти себе другого человека невозможно практически. Или ты найдешь человека, который бы обладал какой-то частью другой характера. Допустим, этот был высокий и красивый, который ушел. Ты его не простила. Тогда найдешь себе низкого и некрасивого. Другая часть жизни. Ну, примерно. Найти можешь, но вот такого, другого. А не хочется. Поэтому лучше простить. чистую память оставить о человеке. И тогда дальше жизнь продолжается в прежнем ключе. Давайте поговорим еще немного о других вещах, которые необходимо делать. И надо знать, что есть что. на меня навалилось событие. Меня выгоняют с работы, у меня слабость постоянная, у меня нет сил что-то делать, меня никто не любит. Меня ждет тюрьма, очень большие деньги надо выплачивать, у меня начинается какое-то заболевание серьезное. Я чувствую себя одиноким, у меня низкая зарплата, я не могу никак выкарабкаться из этой ямы нищеты. Чувствую себя плохо в этом городе, счастья никакого нет. Я вам описываю разные ситуации, но они означают одно и то же. Все эти ситуации преодолеваются терпением. Не то, что ты ситуацию должна терпеть или должен, нет. Нужно делать что-то, что связано с терпением. Это называется аскезы. Вот смотрите, если ты, допустим, неподвижное положение тела во время молитвы занимаешься и не двигаешься долго, то в этом неподвижном положении есть несколько стадий. Первая стадия все тело отекает, вторая стадия начинается жар в теле, третья стадия мурашки по телу идут или чувства не менее и четвертая стадия легкость. На четвертой стадии, когда легкость, можно вспомнить события, на четвертой стадии вы дошли до легкости или можете на всех стадиях события вспоминать и стоять неподвижно или находиться в каком-то положении тела неподвижно. Знаете, что когда вы молитесь, думаете о Боге, находитесь в неподвижном положении тела, то в это время ваша аскеза разрушает препятствие. Допустим, если препятствие тюрьма, то тюрьма будет разрушена. Если препятствие нет работы, появится работа. Препятствие нет мужа, появится муж. Неподвижное положение тела плюс молитва дает человеку достижение возможности, которой нет. запомнили? Метод запомнили? Теперь другой метод. Если вас обуревают чувства, вы сильно обижены, сильно расстроены, вам очень плохо, вам хочется кого-то побить, уничтожить, покарать, дать ему яд или еще что-нибудь с ним сделать, у вас вот такое сильное чувство протеста, то нужен пост. Нужно ограничение себя в чувственной деятельности уже. Человек просто постится, он ничего не ест. Самый лучший пост это пост на воде, он самый безобидный, мягкий. Самый сильный пост это сухой пост. Лучше начинать поститься на воде, если вы хотите сильно побеждать судьбу, можно вообще ничего не есть. но один пост не победит судьбу. В этот день нужно очень много молиться, особенно когда сильно чувствуешь голод, нужно думать о Боге и в тот момент, когда вы думая мыслями о Боге побеждаете голод, вы чувствуете, что вы уже не хотите есть. В этот момент вспомните эмоциональное событие и ваша победа над голодом передастся туда. и ваш жар вот этот, что вы сильно обижены начнет гаснуть. Понятна система? То есть если много эмоций, гасим постом. Если много непреодолимое препятствия, гасим неподвижным положением тела. Теперь следующий вариант. Смотрите, допустим, вы чувствуете, что в вашей жизни всегда как-то все мелко. Маленькая зарплата, маленькие люди мелкие встречаются, никто не может ни в чем помочь. Вы плаваете очень мелко в жизни. Знайте, что вместе с молитвой нужно подключать «Я желаю всем счастья и пожертвования», кормить птичек, кормить голодных людей, отдавать свои средства на то, чтобы кто-то получал подмогу, помощь. Не думайте, что просто швыряясь деньгами, вы из мелкости выберетесь. Аскеза заключается в том, чтобы действительно деньги отдать тому, кто нуждается, а не просто их вышвырнуть из своего кармана. Если вы отдали деньги птицам, которые голодны, вы получили возможность иметь больше возможностей в жизни. Если вы отдали нищему человеку хлеб или пищу, он ее съел, значит, вы получили больше возможностей. Но если вы отдали деньги нищему человеку, он их пропил, возможности ваши будут меньше. Если вы имеете дело с деньгами, будьте осторожны, пожертвы не всегда срабатывают в хорошую сторону. Для этого нужно быть очень внимательным. Например, вы решили накормить весь детский дом, договаривайтесь с воспитателями. Говорите, мое условие такое, я привожу приготовленную пищу и слежу, как ее съедают дети. И только так я согласен накормить детей. По-другому никак. Деньги давать не буду, продукты давать не буду. Только я готовлю, привожу и кормлю. Или я даю продукты, слежу, как готовят и слежу, как кормят. Или я даю деньги, сам покупаю продукты вместе с вами, сам готовлю вместе с вами, сам кормлю вместе с вами. К сожалению, даже в детских домах нет гарантии, что эти деньги не украдут. Мои хорошие, это правда жизни современной. Поэтому, если вы хотите нормальное, хорошее пожертвование делать, никому не доверяйте, следите за всеми процессами. Или отдаете деньги тому человеку, который точно сто процентов не потратит их плохо. Это вы должны быть уверены на сто процентов. Лучшее все-таки давать тем, кто сильно нуждается. Самое лучшее это голодные люди, дети обездоленные, дома престарелых, больные люди, тяжело больные люди, это самый лучший вариант для того, чтобы изменить свое благосостояние в жизни. У нас на храмы, на духовное развитие тоже хорошо давать, но в этом случае получать духовное развитие. Если вы хотите духовно развиваться, помогайте храмам. Но вы должны точно знать, что деньги пойдут на духовное развитие. Если они пойдут кому-то в карман, вы осквернитесь. Понятно, системой, то есть, если вы хотите что-то получить, что вы не имеете, тогда нужно оторвать от себя то, что вы имеете, иначе никаких шансов изменить этой ситуации нет. Чтобы я не фантазировал, предложите аскеза теперь. Я болен, я болен, допустим. Какая аскеза нужна в этом случае? Молитва должна сочетаться с изменениями режима питания и режима жизни. Это первое, что нужно сделать. Нужно узнать, изучить, у меня есть лекция на эту тему, как правильно вставать, как правильно ложиться спать, как правильно кушать, чтобы вылечиться. Это зависит от болезни, но есть общие правила. Дело в том, что есть ритм жизни общий. Солнце, когда восходит, нужно раньше встать с солнца. Луна, когда восходит, нужно пораньше лечь спать. Когда солнце высоко, тогда основная часть пищи переваривается. Когда солнце садится, кушать можно только то, что переваривается под цветом луны. Это овощи, которые растут над землей, орехи, молочные продукты. Болезнь может не излечиться в этом случае. Как? Болезнь может не излечиться в этом случае. Если болезнь жар вызывает, хочется холода, значит человек должен искать холода. Если у человека напряжение, хочется земли, покоя, значит человек должен лечиться землей, искать покоя в природе. Но запомните, без движения природа не лечит, человек должен двигаться. Это должна быть или ходьба, или бег, или гимнастика на природе. Если человек просто стоит, контакта нет. Можно, конечно, и стоять. Есть такой метод лечения. Допустим, если у человека не хватает жизни защиты, он очень слабый, иммунитет слабый, ему плохо, он как бы чувствует, что на него как-то влияет болезнь или сила какая-то, мучает его, разрушает, то надо вставать к дереву. То есть, надо спиной вставать к дереву и стоять и тоже молиться в это время, слушать голос молящегося в наушнике, молиться самому и стоять возле дерева минут 20 где-то. За 20 минут дерево полностью очищает всю психику человека и дает ему свои силы. Вы попробуйте не любое, всегда не любое, но вы попробуйте рядом с одним деревом, вы сразу не сможете стоять, вам плохо будет. Уходите, дальше следующее. И когда вы чувствуете, что стало хорошо с этим деревом, дальше уже не слушайте себя, просто 20 минут стою по-любому, потому что через какое-то время, когда каналы начнут очищаться, тебе захочется убежать от него, то есть идет жесткая энергия пойдет от дерева. Надо ждать ровно 20 минут, нельзя уходить раньше, потому что раньше значит непролеченный организм. Понятно? Дерево должно быть толще лучше, чем человек, больше, шире, чем человек, дерево обладает большей силой, оно способно мягко лечить, не без перегрузки человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»